В музее пермских древностей можно и нужно не только смотреть по сторонам, но и играть. Например, с 3 до 4 часов дня по будням в новую электровекторину «Открой пермский период». Это как будто бы разобранный на столе рюкзак 12-летнего школьника. Соединяя электродами задания и эти предметы, можно узнать, какие из них родом из пермского периода, а какие из других. Например, найти привет из мелового периода и от древнего солёного пермского моря. Правильный ответ покажет оранжевый сигнал лампы. Здесь написано, например, что в пермском периоде начала накапливаться нефть. Как думаете, есть тут какой-нибудь предмет из нефти? Фломастер. Причём не только вот этот стержень делают из полимеров, но ещё и корпус из полимеров, а стержень делают из лавсана, тефлона и нейлона. Это типа колготок что-то. А ещё в музее древности можно смотреть видео, взвешиваться на космических весах и играть в палатках. Эти все палатки напоминают о том, как 60 лет назад дети проводили своё лето на раскопках в Ежово, на раскопках пермских ящеров. И судя по фотолетописи, они очень часто играли в домино, сидя в палатках, поэтому сделали домино, в которое, как ни странно, сейчас тоже очень любят семьи играть. Главный магнит экспоната основной экспозиции – камни, окаменелости, останки древних животных и самый любимый из экспонатов – мамонтёнок Петя, реконструированный палеонтологами. Можно осторожно гладить его пушистую шкуру, разглядывать мамонтёнка и фотографироваться с Петей на память. Лето в этом году очень дождливое и холодное, поэтому наш мамонтёнок Петя популярен вдвойне. Кроме того, что он очень милый, можно рассмотреть, как выглядели мамонты. Ну, например, не все знают о том, что хобот – это нос, которому приросла верхняя губа, это видно. Это натуральная шерсть, но только это не шерсть мамонта. Я вам не скажу, чья это шерсть, но вы это можете догадаться, если придёте в музей. Напомним, для детей до 16 лет вход в музей пермских древностей свободный. Здесь действуют все экскурсии, а ночных сказок о мамонте придётся подождать до сентября. Популярная программа вновь будет проходить в темноте с фонариками и будет иметь дополнение – человек рисует мамонта. Детям расскажут о том, как люди жили рядом с древними животными и рисовали в пещерах. К осенним каникулам возобновится популярная игра на старт внимания в музей. Субтитры создавал DimaTorzok